Добрый день, уважаемые зрители и читатели московского комсомольца. Мы рады вас приветствовать в студии нашего пресс-центра. И с вами я, корреспондент и ведущий отдела спорт Павел Савчик. И сегодня в эфире мы поговорим большую часть времени о финишной прямой континентальной хоккейной лиге, до окончания которой осталось чуть более месяца. Я с удовольствием хочу представить своего сегодняшнего гостя. Это известный российский хоккеист, прекрасный центральный нападающий, трехкратный чемпион мира в составе сборной России и пятикратный чемпион нашей страны Алексей Терещенко. Алексей, добрый день, здравствуй. Добрый день, уважаемые телезрители, читатели московского комсомольца. Да, времени у нас, как всегда, не так много, а тем, которые мы хотим обсудить, очень много. И сразу я хочу сказать, что мы с Алексеем уже очень давно знакомы, и, наверное, будем с ним разговаривать на «ты». И поэтому сразу перейдем ко вчерашнему матчу между «Спартаком» и «Динамо», точнее между «Динамо» и «Спартаком», который завершился достаточно неожиданной победой красно-белых со счетом 6-3. Алексей, вот твой краткий комментарий и итог этой встречи. Что ты думаешь о ней? Ну, в целом, да, что «Спартак» выиграл заслуженно. В принципе, Алексей Николаевич Кудашов сказал, да, что ребята вышли не готовы. «Спартак» был заряжен, да. Прям видно было, да, у них проблемы с составом. Большие проблемы, нет ведущих игроков. Центрального травмировано, причем, наверное, именно два лидера центральных и именно центральных нападающих. Вот, поэтому, ну, и ребята другие берут на себя роль лидерства, и это им дало результат. Они достаточно играли агрессивно, да, потом, может быть, не то, что успокоились. «Динамо» стало прибавлять, там, третий период, да, но в целом, в целом «Спартак» выиграл заслуженно. А что, на твой взгляд, явилось именно главной причиной? Вот именно некий недострой, ненадострой «Динамовцев», которые заранее уже вышли в плей-офф, или это вот именно большая мотивация «Спартака», которому как раз не хватало одного очка до попадания в плей-офф? Ну, я не думаю, что здесь какая-то там недооценка, просто, ну, бывают такие, да, и дни, там, да, что, просто вот не готовы, да, «Спартак», опять же, да, последние игры неудачно складывались, опять же, я говорю, что травм много, там, болезнь, я не знаю, какая ситуация именно с отсутствием лидеров команды, вот, но они вышли мобилизованы, я думаю, в плане от самодачи, игровой дисциплины и так далее, поэтому, ну, я думаю, что «Динамо» поправит, да, я думаю, что разберутся, в чем проблема, я думаю, что все должно быть, а то, что вышли в плов, ну, сейчас идет подготовка, большая подготовка идет к играм на вылет, и здесь уже оттачивается, смотрится, да, кто может, кто не может, на кого можно больше рассчитывать, меньшей степени, опять же, большинство, меньшинство, игра в равных составах, опять же, организация игры, уже нюансы, и нюансы, которые влияют на исход того или иного матча. – Хотел об этом поговорить чуть позже, но сейчас, наверное, спрошу, прекрасную игру в этой встрече, я имею в виду, «Динамо Спартак», сыграл Максим Цыплаков, 25-летний нападающий, он забросил 4 шайбы впервые в карьере, это единичный случай, вот что ты думаешь об игре этого хоккеиста? – Ну, достаточно, он весь сезон играет достаточно на высоком уровне, не просто так, да, сейчас к нему приковано внимание с НХЛ, да, и об этом и пишут, и говорят, с его данными он достаточно, достаточно крупный, мобильный игрок, да, с хорошим движением, вот, поэтому, нет, это не просто так, там, как говорится, раз год и палки стрелять, да, это не про Максима, поэтому он играет весь сезон на очень высоком уровне, вот, я считаю, что это с приходом и тренерского штаба, да, связано, Спартака вообще прекрасный тренерский штаб, ребята, это и Жамнов, Ковалев, Ланов, все, кто поиграл в НХЛ, причем потрясающая карьера, да, олимпийские чемпионы, поэтому, здорово. – Немного открою секрет, в начале сезона я делал большое интервью с Максимом и рассчитывал на него, что вот именно в этом сезоне его прорвет, и он выйдет на лидерские позиции, и сам он признался, что готов стать лидером команды. – Ну, это видно, он выходит, он сохраняет шабу, ее держит, он ведет игру, да, его пробовали и центральным нападающим, вот, ну, все равно, мне кажется, да, он больше крайний нападающий, да, который может и продавить, и может обыграть, и сыграть нестандартно, вот, поэтому, ну, очень радует то, что ребята со временем начинают прогрессировать, добавлять, и их замещают в Северной Америке. – Я вот немножко испугался, вот, честно признаюсь, что с приходом Ильи Ковальчука, Спартак, вот, несколько вот эти лидерские позиции Максима поблекнут, вот, что ты скажешь, вот, сейчас, мне кажется, болельщики Спартака разделились на два лагеря, одни за Илью Ковальчука, другие, наоборот, что называется, его хейтят, вот, как ты считаешь, Илья, что он принес команде, насколько его появление сейчас нужно Спартаку, ты с ним играл, я знаю, хорошо. – Ну, это большой мастер, большой мастер и в хоккее, и большой человек в жизни, поэтому, я думаю, что для Спартака это плюс, да, просто уже это дело внутреннее, как Илью использовать, что, как делать, вот, вчера, да, было, ну, он вышел, был с капитанской повязкой, поэтому он ведет с собой игроков, он знает, как это делать, он умеет это делать, это его стихия, поэтому, я не думаю, что это, там, его, какие-то там скиданные Спартака, самого, самой команды, связаны, там, с приходом или нет, это, я думаю, что стечение обстоятельств, травмы, где-то спад и так далее, это, это нормальная, нормальная ситуация, да, по ходу сезона. Вот, ну, в том же предыдущей игре с Агбарсом, да, Илья, да, про там Макс здорово закрыл, опять же, да, Цеплаков закрыл здорового вратаря Тимура, вот, Илья попал, да, поэтому, это, говорю, это лидеры, я думаю, что такие игроки нужны, да, Илья профессионал, именно своей работой, своим отношением он показывает молодым, что нужно, как нужно, почему нужно, вот, и его опыт, его советы в раздевалке и около, раздевалки, я имею в виду, в жизни, он очень помогает. Еще вот один вопрос по Спартаку хотел задать, потому что ты очень был в свое время прекрасным центральным нападающим, и вот команда после Нового года попала в небольшой кризис, и, на мой взгляд, это во многом было связано, что сразу три, а порой даже и четыре центральных нападающих получили травмы, то есть, Морозов не играл, мне играл Бурмистров, некоторый матч он пропускал, Локтионов. И Мальцев сейчас травмировался. И Мальцев травмирован. Вот ты, как центральный нападающий, что ты скажешь, насколько сейчас вот эта позиция ключевая, и вот она... Это вообще ключевая позиция в хоккее. Для меня центральный нападающий – это человек, который ведет игру, от него зависит вообще, да, как будет команда действовать и в атаке, и в обороне, да, это связующее звено между защитниками и нападающими, это большой объем работы, это правильность игры, правильность читать ситуацию, находить место и так далее. Это большая-большая работа, да. Крайне нападающим это немного полегче в этом плане, да. Опять же, центральный нападающий должен снабжать, находить правильное решение для того, чтобы развивалась атака. И то же самое, должен находить правильное решение в плане прессинга, в плане игры в обороне. Я говорю, это, говорю, это система, образующие игроки. К сожалению, в нашей лиге, да и вообще, ну, в российском, да, если мы даже возьмем НХЛ, в принципе, центральных нападающих у нас в последнее, в последнее время практически нет. Высокого такого уровня, да, если мы берем, там, 90-е годы, да, я там, прям их можно называть, прям, плеяды цены, да, Ларионов, Жамнов, Николи, Николиша, да, в центре играл, там, и далее, Федоров, опять же, да, Витя Козлов, поэтому это люди, которые, может, кого-то там, ну, говорю, там, прям, цены, плеяды. Здесь вот недоработка. Быков тот же самый, да, это немножко другое поколение, но все равно. Здесь вот недоработка именно в нашем детском хоккее. Сто процентов. Не вовремя не могут, не сразу находят вот игроков, которые могут это обладать. Нет, это глобальная проблема в воспитании, в развитии детей, именно чисто в детском спорте. Там полный бардак. Ну, хорошо, Алексей, мы еще обязательно поговорим на эту тему, а сейчас давай вернемся к Динамо. Команда тоже тебе очень хорошо знакома, ты воспитанник этой команды. Команда тоже уже Динамо вышла в плей-офф, гарантировала себе место в составе. Многие это связывают с прекрасной игрой Никиты Гусева, но только ли в одном днем дело? Нет, нет. В целом команда, и, да, Алексей Николаевич поменял и организацию игры немного, да, и, соответственно, для меня, по крайней мере, да, что и когда надо, они прессингуют, когда надо, они достаточно плотно и хорошо оброняются. Плюс подготовка, насколько я знаю, да, там, и добавился у них тренер по физподготовке, и, ну, мелочи, которые, так скажу, была произведена, насколько я понимаю, большая работа над ошибками прошлого сезона, да, когда сыграли, ну, мягко говоря, неудачно, да, с торпедо, вот, и были сделаны выводы, сделаны определенные поправки на тот же состав и, самое главное, на подготовку, да, я думаю, что и все равно тренеры совершенствуются, они понимают, да, что, какие тенденции идут и в какую сторону надо двигаться, поэтому это здорово, это здорово, да. Да, то, что касается Никиты, да, он молодец, опять же, у него партнеры, я считаю, что Уилл, это, наверное, на сегодняшний день, там, один из лучших на сегодняшний день центральных нападающих в нашей лиге, и, в целом, да, он ведет Динамо. Не случайно Динамо лучшая спецбригада большинства? Ну, у них там собрался, да, пакет, который играет на пятаке, просто, просто здорово, да, и закрывает, и добивает, подставляет, и, кстати, еще отдать может, да, поэтому, вот, Менел, который здорово катается, который умеет раздавать шайбы, Никита Гусев и Эрик Адел, который почищает, где-то поборется, с братом не выиграет, и плюс он может реализовать, и, говорю, здесь такой баланс хороший. Здесь такая голодная до побед молодежь. Ну, к сожалению, хотелось бы, чтобы больше было, но, опять же, это работа внизу, молодежные команды и, соответственно, школы, вот, поэтому здесь тоже, да, по молодежному хоккейу тоже много, для меня, по крайней мере, много вопросов, и так далее. Хотелось бы, чтобы больше молодежный хоккей развивался в плане обучения, обучения ребят, юноши, да, там, а не в плане результата. Да, результат нужен, я абсолютно с этим согласен, но, опять же, главное, подготовить игроков для первой команды. Это, для меня это, вот, к сожалению, не все так хорошо и гладко. Ну, я не про Динам, я в целом. Вот, опять же, касаясь этой темы, все равно мы вернулись к детскому хоккею. А вы ни от него никуда не делали. Да, в советское время, ты со мной согласись, из каждого года взрослая команда должна была получать минимум по двух игроков. Ну, это суперрезультат, да, честно скажу, кто приходит, именно кто от начала до конца, нет, я считаю, что, ну, кто от начала вообще, да, там, 7 лет раньше, это, наверное, суперрезультат, там, 2-3, это суперрезультат. Это кто от самых, ну, все равно, дети приходят, уходят, там, кто-то заканчивает и так далее, другие приходят. Но, по большому счету, все равно из юниоров, кто попадает в молодежную команду, все не могут попасть. Это, понятно, дело, потому что и количество народа, но они должны быть востребованы в других клубах, чтобы были заинтересованы в том или ином игроке из академии, чтобы, да, кого-то подписывает, там, первая команда молодежная, именно. Те ребята, которые не, по каким-то параметрам, там, не могут попасть в молодежку, они именно, давайте назовем, тоже в Динамо, так они должны быть востребованы в других клубах, чтобы, да, пришел там утрированно Спартак, нам нужен этот игрок. Они, грубо говоря, платят, ну, опять же, у них есть свои академии, но, опять же, все хотят лучшего и так далее. Ну, я, грубо говоря, образно, утрируем и говорю, но, опять же, это должна быть работа внизу, большая-большая работа, скрупулезная работа, это обучение. Это нужно подготовить, грубо говоря, в детской школе для университета. Молодежка – это университет. Первая команда – это уже все, это работа, большая работа, где ставятся большие цели, высокие задачи, где ты должен все это выполнять. Да, там идет еще процесс обучения, там, да, штрихи, это как повышение квалификации, ну, я-то, на более правильный язык, не на хоккейный, а так далее. Все это, это все ступени одной, это, одной лестницы, поэтому надо работать. Да, все верно. Причем это, это не только именно хоккейный, да, а это и функциональная часть, физическая часть, там, координационная часть, я имею в виду, координация в плане, вот, поэтому дети у нас, поверьте мне, дети в плане координации, в плане, там, каких-то стабилизационных вещей, они никакие. Ну, извините за сленг, но они никакие. Понятно. Я лично сам с этим окунулся и это, это видел. Алексей, хотелось вернуться к Динамо, как ты считаешь, какие задачи будут стоять перед командой, какие они задачи могут выполнить в этом сезоне, Динамо? Ну, Динамо сегодняшний день по силам, да, побороться, я не буду бороться, потому что других задач, в принципе, в клубе нет, да, бороться за кубок Гагарина, потому что, ну, если не ставить максимальных задач, то, если мы берем Динамо, да, то смысл тогда вообще выходить. Играть, да, можно, там, заниматься, там, какими-то другими вещами, а в плане того, что, именно, хоккейными, да, там, развивать, там, масса есть вариантов. Конечно, Динамо один из фаворитов сегодня, да, вот, сейчас они достаточно неплохо играют и в меньшинстве поправили ситуацию, да, там, опять же, это связано с тем, что те ребята, системные ребята, которые были в прошлом сезоне, да, да, у них был достаточно, одно из лучших меньшинств, да, в лиге, ушли, поэтому здесь, опять же, пришли новые требования, обучение и так далее. Это, опять же, мы возвращаемся к тому, что нужно процесс обучения, никуда от этого не деться, даже в команде мастеров. А поэтому, я думаю, что Динамо это будет бороться за кубок Гагарина. Понятно. Первым, кто обеспечил себе место в кубке Гагарина, стал Ярославский локомотив. Предыдущий гость, с которым я здесь разговаривал, Леонид Вайсвельд, сказал, что очень командно-системная игра у этой команды, но, на его взгляд, не хватает у ребят чувства победителей, вот этого духа победителей. Что ты думаешь, согласен ли ты вот с этим мнением, что думаешь про Ярославский локомотив? Ну, я думаю, что это одна из тех команд, которые являются фаворитом. Да, фаворитом, во-первых, не импонирует то, что очень много ребят своих, да, ну, назовем, честно, не знаю, насколько они, в каком возрасте они приехали в Академию, там, ну, неважно. Они все выходят, там, Березкин, Никулин, Алексеев, там, Бут, Симашев, там, тот же там и Черепанов, все они, ну, я не могу вам сказать, да, насколько, когда они появились в Академии, там, в школе Ярославля, ну, в целом они оттуда, да, это радует. Есть, почему, есть ребята, которые поиграли и выигрывали, Сергей Андрофов, да, и является уже достаточно опытным игроком, который знает, умеет, может, там, есть, правда, Егор Аверин, он травмирован сейчас, да, это ребята, которые прошли большой-большой хоккей, в сборных играли с чемпионами ставить, поэтому здесь, наверное, с Леонидом не соглашусь, поэтому посмотрим. Да, посмотрим, да, посмотрим, да, это один из фаворитов, для меня, по крайней мере, как команда играет и в атаке, и в обороне, да, здесь вратарь, и тренер вратарей там достаточный, и тренерский штаб у Игоря Валерьевича прям очень-очень, поэтому. Здесь тоже видно тренерскую окладу. Однозначно. А по-другому не может быть, по-другому не может быть. Теперь о самой, наверное, обсуждаемой команды по ходу этого сезона и вообще последних сезонах питерских армейцах. Летом устроили достаточно серьезную перестановку в команде, начало сезона провалили, столько стрел было в нее выпущено. Однако, где-то с декабря месяца питерцы наладили свою игру, как это любит говорить Роман Ротенберг, главный тренер системы, заработала. Что скажешь про СКА? Ну, во-первых, разобрались, да, кто нужен, кто не нужен, кто может, кто не может, извините, что так, и поэтому, в принципе, сейчас состав-то уже устаканился, назовем это так, да, вот, поэтому, уже, я думаю, что Роман Борисович определился, кто у него будет, на кого там больше рассчитан, на кого-то меньше, кто в большинстве, кто в меньшинстве. Вот, и, в принципе, плюс вратаря, да, Никиту Серебряхову подписали. Вот, опять же, регулярный чемпионат – это одно, плей-офф – это другое. Вот, это совсем другие игры, и здесь, ну, да, как Роман Борисович говорит, система заработала, но посмотрим. Вот, что касается плей-офф, да, первые четыре команды – «Спартак», «Динамо», «СКА» и «Локомотив» уже в плей-оффе, и кому-то из них, скорее всего, да, в первом круге предстоит встреча с армейцами Москвы, действующим чемпионом. Я думаю, «ССКА» уже вряд ли залезет куда-то выше. А кто знает, как будет складываться, опять же, это еще там, да, там, порядка, сколько там, 12 игр, да, если не помню? 12-13 игр, да. Поэтому это потенциально 24 очка. Ну, вот, скажем, ну, если этого не получится, будут ли команды первой четверки как-то уходить от «ССКА»? Я не думаю, что, ну, что что, уходите, переходите, это неблагодарно это делать, так скажу. То есть это может аукнуться, если будут выбирать соперника? Такая возможность у них есть. А что там, «Череповец» подарок? Нет, абсолютно. «Динамо» Минск тоже нет. В этом плане-то… Я говорю, это плов, здесь уже цена каждой ошибки очень велика, и здесь, как вот вчера, опять же, возвращаясь к игре «Динамо» «Спартак», в таком состоянии выходить и играть. Как Василий Николаевич сказал, да, все остались в раздевалке, точнее, поэтому тебя обыграют любой. Все-таки, на твой взгляд, «ССКА» явно проводит не самый свой лучший сезон, ну, по сравнению с предыдущими. В чем, на твой взгляд, здесь кроется? Ну, во-первых, и вратарской линии, да, это не будем лукавить. Плюс достаточно много игроков, молодых, Сергей Викторович, а Сергей Викторович подставляет, я думаю, что, опять же, это тоже влияет на результат, да, плюс травмы были, да, там, и Слепышев долго не играл, там, Нестеров попадали, да, в небольшие ямы. Ну, я думаю, что все равно, да. Ну, что ждать от «ССКА»? Что ты ждешь? Я думаю, что они будут бороться за кубок Гагарина. Да, и с «Надо». Несколько слов хотел бы узнать вот о командах, которые тоже, скорее всего, попадут в плей-офф. «Торпеда», «Северсталь», мне кажется, команды тоже чем-то похожи, много молодых ребят в составе, тренерский стиль, опять же, такой веселый, атакующий. Тебе нравится играть? Веселый, атакующий, ну, опять же, да, ну, для меня должен быть баланс, да, очень все равно, да, очень много провалов в обороне, очень много. И у «Череповца» они примерно играют, можно сказать, там, в один хоккей, да, вот, очень много провалов, и, там, я бы, наверное, ну, для меня, по крайней мере, да, все-таки баланс, наверное, должен быть, должен быть все равно. Ну, все равно, как бы, никому эти команды подарки не будут. Однозначно, я не думаю, что там прям уж, ну, опять же, да, это, говорю, еще раз повторю, это плов, здесь уже все много факторов зависит в целом от команды, как она готова, и системность, вратарей и так далее. Это, говорю, большая-большая работа, которая идет, делается по ходу сезона, и которая ты должен уже в финальной части, это пловь, уже выступить так, что комарнос не подточил, чтобы было все идеально, и тогда будет результат. Острая борьба, ну, опять же, за последнюю восьмую путевку на Западе, ну, там отрыв Минского Динамо от Витязя и Кунруня, Сочи больше 12 очков, вообще на финише это отыгрывается, как ты считаешь? Я думаю, что вряд ли, я думаю, что вряд ли, вот, но с приходом Дмитрия Рябыкина в Витязь, конечно, умолчительно прибавил, и в организации, и вообще в хоккее именно ребята стали знать, что они делают, да, поэтому приятно видеть, да, что это работа, которую там Дмитрий хотел видеть, он ее воплощает потихонечку, но он ее воплощает, и это дает свои плоды, свой результат. Такую закладку на следующий сезон, да, уже Дмитрий? Ну, дай бог, дай бог, да, чтобы он его остались, что он... Ну, на твоей памяти такого не было, чтобы такой гендикап отыгрывали, или было, вспомнишь что-нибудь? Даже, даже не вспомнил, все возможно, я говорю, все, ну, я не думаю, что Минск... Упустим, да, квартально хорошая, хорошая команда, быстрая команда, организованная команда, вот, поэтому я думаю, что тяжело будет витязаться, Поэтому плавно переходим с запада на восток, и почему-то я хочу восток начать именно с борьбы за восьмую строчку, там-то борьба предстоит куда более упорная, а начать с того, что на прошлой неделе КХЛ наказала Новосибирскую Сибирь четырьмя техническими поражениями и лишила четырех очков за превышение лимита регионеров. Вот это решение, как-то, на твой взгляд, не слишком ли суровое, и почему оно приняло? Ну, если в регламенте это есть, почему это должно быть суровое? Вопрос в том, что почему это произошло, да, вот это главный вопрос, да, это должен, должен руководитель клуба на это сказать, почему это произошло, там, я, может, уже сказал, объяснил, тем же самым болельщикам, да, с чем это было связано. Конечно, ситуация не очень хорошая для Новосибирска, вот, и по ходу сезона и тренер, да, тренер сменился, в начале сезона пришел, да, новый тренер, и по ходу сезона, опять же, да, поменялся тренер, плюс многие ребята ушли, да, давайте прямо скажем, лидеры и по ходу сезона ушли, и поэтому достаточно тяжелая ситуация для Новосибирска. И это перевернуло всю турнирную ситуацию, вот эти четыре очка, они сейчас не восьмые с небольшим запасом, а уже девятые, их опередил Нефтехимик и близко Амур, вот, из этих трех команд игра, какой команда тебе больше всего нравится, и у кого больше шансов попасть? Ну, очень сильно добавляет, не сильно, а прилично добавляет Нефтехимик, да, это не подарок будет, и, да, последние игры видно, да, что Нефтехимик неплохо, по результату, да, честно, немного игр видел Нефтехимик, сразу вам скажу честно, вот, неплохо выглядит, неплохо выглядит, надеюсь. Очень достойно сказал тренер главный вот по этой ситуации, он сказал, что мы не рады этому, потому что в Сибири лишили четырех очков, потому что каждой победы даются очень тяжело, и можно было найти какой-то компромисс, на его взгляд, вот в этом вопросе. Ну, он, наверное, более, так, мягко говоря, да, лояльно отнесся к этому, да, это вызывает уважение, потому что, да, я понимаю, что все равно Сибирь выиграла, да, эти игры, да, там, две, да, или, честно, я не знаю, со скольки сняли, ну, правило есть правило, вот, и опять же, да, повторюсь, что вопрос, почему это произошло, и так далее, это главный вопрос, как-то, вроде, назовем так, да, серьезный, это все-таки не молодежная лига, там, да, и даже не высшая лига, да, даже там, да, опять же, ты все равно должен контролировать, что, кто, почему, ну, не знаю, для меня это, ну, для меня это нонсенс. Главное, чтобы этот нонсенс не стал, не стал продолжением, не получил продолжение. Тогда перейдем к лидерам этой конференции восточной, не за горами, я думаю, что в ближайших турах и Магнитка с Авангардом обеспечат себе лидерство, участие в плей-офф. Вот, что скажешь об игре этих команд, как тебе Магнитка, Авангард в этом сидит? Ну, Магнитка, опять же, да, там, разобралась с составом, Андрей Владимирович разобрался, да, кто ему нужен, кого-то обменяли и так далее, вот, и, соответственно, это была работа и тренерского штаба, и менеджмента клуба, да, который в контексте работы тренерского штаба определились, кто им нужен, как им нужен, насколько им нужен и так далее. Поэтому Андрей Владимирович играет, в принципе, то же самое, что демонстрировал Сибирь, ой, Сибирь, Северсталь. Да, поэтому интересно наблюдать, да, как, честно скажу, по-новому вообще заиграли и Макс Карпов, да, и Зернов Денис, поэтому интересно, интересно видеть, да, вот, вот, поэтому... А по поводу Омска? Насколько она зависима от игры первого звена? Ну, там сейчас и второй звен, но тоже такой достаточно серьезный, Юрчий, Прохоркин, Жоферов, да, опять же, да, которые большие, большие амбиции после ситуации в Акбарсе, сезона, да, там, часть из сезона в Акбарсе, поэтому, как Тимирский штаб сможет с этим разобраться, что с этим сделать, мы посмотрим, да, в принципе. Вылет они сейчас, ну, давайте назовем, неплохо, да, что будет там, опять же, дальше. Здорово, да, Сибирь, сработал в менеджменте? Да, Антон молодец, Антон молодец, да, и Прохоркин, Прохоркин, он... Укрепил вторую звену. Да, да, плюс молодые ребята, которые, да, вот. Там немножко приседает вратарская линия, мне кажется. Ну, это да, а у нас вообще сейчас, да, плюс куряков основные, уже на принципе. Вратарской линии, наверное, проседает, так, да, если мы так назовем, только, наверное, Конова, это Коновалов-Исаев, вот, Коновалов до травмы неплохо играл, опять же, да. Матарыгин вот играл, последняя речь, встреча, но плохо сыграл Спартаком. Ну, я бы не сказал, что плохо сыграл Спартаком, там, такие голы, и опять же, да, в ноль убежали, потом из-под защитника бросили, там, попали, вот. Я бы не сказал, что там, что-то вратарские голы. Знаю, очень много болельщиков смотрят из Уфы на Шесир. В прошлый раз мы не успели поговорить с Вайсвидом о Уфе. Вот, команда тоже уверенно, по-моему, попадает в ПЛФ, идет третьим. Но в прошлом году с высокой позиции они проиграли «Адмирал». Как ты думаешь, Виктор Козлов сделал ошибки из предыдущего прошлогоднего опыта? И, кстати, еще хотел спросить, буквально несколько матчей назад Евгений Бирюков провел тысячный матч КХЛ. Во-первых, я от всей души Женю поздравляю, это большое, большое, большое событие, да, это большая дата для него и, в принципе, для КХЛ, да, поэтому, да, это первый игрок, который добрался именно в КХЛ, да, мы не берем чемпионат России, вот, который добрался до этой отметки. Это вызывает уважение, это большая-большая отметка, и я ему желаю, чтобы он как можно дольше оставался в спорте, в команде, чтобы он дальше радовал своей игрой, нас, спортивных людей и болельщиков. Вот, а то, что касается команды, ну, мне нравится Уфа, мне нравится Уфа, да, опять же, да, подобрали игроков, именно точно усилились и в обороне, во вратарской линии, да, причем Савонов очень неплохо играет в линии атаки, да, поэтому неплохая команда, да, прям. Я думаю, ну, не попадут они в просаг, как в прошлом. Нет, нет, я не думаю, что там попали в какой-то просаг, там, ну, сложилось так обстоятельство, да, там, может быть, расслабить, ну, опять же, это плов, да, говорить там расслабиться, это неправильно, ну, сложилось. Опять же, да, работа над ошибками, которая была сделана, может, в плане подготовки, там, опять же, да, играли на Дальнем Востоке, может быть, что-то неправильно подготовились. Это, я говорю, это нюансы, которые влияют на исход того или иного матча. Поэтому, я думаю, что Виктор Козлов и его тренерский штаб, я думаю, что сделали выводы, и в плане того, что организация игры выглядит очень-очень неплохо. Я знаю, ты тоже играл за Уфу, а также еще за один клуб на Востоке, провел много сезонов Казанский Акбарс. Наверняка, тоже там есть свои остались друзья, знакомые, которые рассказывают, может быть, о какой-то ситуации. Ну, что вот происходит с Акбарсом, они тоже, как и ЦСКА, седьмые на Востоке, и, ну, один из главных фаворитов вообще всего сезона, явно не показывает ту игру, которая от него ждала. Да, по подбору игроков, по, конечно, причем они сейчас усилили, да, и нападающего, и защитника взяли, поэтому, я думаю, что Акбарс поправит, да, поправит, поправит свое положение, и там, я думаю, что они и в четверку залезут, я так думаю, что все равно у них там два-две игры разница, поэтому, да, пара очков там разница, поэтому... То есть Акбарс рано списывается счетом? Однозначно, причем, знаете, Духайдаровича, да, идет подготовка, да, есть какие-то проблемы у них там в плане игры, но, опять же, с чем это связано, мы же не знаем, мы не внутри команды, да, там, ну, что-то, как, поэтому... Сейчас должен вернуться в состав Дмитрий Яшкин, такой забивной форвард, насколько... Давайте так, он, не то, что он забивной, а он, игрок не только забивает, он делает очень большой объем работы, играя даже, когда в Динамо, он делал очень большой объем работы в игре в звене с Вадимом и Димой, очень большой объем работы, поэтому это, я думаю, что это для, для, если мы берем в целом, для этого звена, это образующий игрок, и когда, в принципе, он был, как Барс, был на коне, плюс второе звено, где там был Сафонов, Радулов, да, там, 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 там очень приличная, очень приличная банда. Но нет ли никакой инсайдерской информации, что он какой-то раздор внутри команды? Не знаю, не в курсе, я, опять, никогда сплетнями не интересовался, и не хочу этим заниматься, вот, все покажет ледовый овал, да, насколько кто готов в плов, тем интереснее посмотреть, как та или иная команда будет из той или иной ситуации выходить, решать свои проблемы, поэтому посмотрим. Вот целый ряд коллективов, которые идут в середине, попадая в плей-офф, идут на верхних местах, это трактор, автомобилист и лада, вот, что ты из этих трех команд, на какой бы ты остановился, что ждать от них, ну, что, кто тебе больше нравится? Там, где есть трактор лада? Наверное, автомобилист, автомобилист, и по подбору игроков, да, там, вот, единственное, опять же, да, вратарской линии, опять же, вратарской линии, да, играет, ну, вот, поэтому, оборона, достаточно неплохо они играют, да, но опять же, есть, есть нюансы, да, в нападении, там, вопрос там, там, уже, да, Коста, Мессик держит планку, а да, Коста, может. Ну, вот, вот, автомобилисты все время что-то ждут, и болельщики, и руководство, все ждут, да, и в лучшем случае первый круг, и все, и до свидания. Ну, посмотрим, я говорю, посмотрим, мы опять же, да, это, может быть, все мы говорим, посмотрим, посмотрим, а по-другому нет, и поэтому это интересно в ожидании того, что как сложится дальнейшая ситуация, как она будет вообще складываться для той или иной команды, да, как они будут преодолевать трудности, что они будут делать, как играть, что извлекут, какие нюансы, что там подготовят такого в плане организации игры и так далее. Это правда интересно, смотришь, наблюдаешь. Вот что сейчас, вот, на твой взгляд, месяц до конца регулярки, да, часть команд либо уже гарантировали себе место, либо борются за попадание в восьмерку, что вот сейчас важно командам, вот на этом финишном отрезке игры, сохранить состав? Здесь все важно, все важно, и здесь важно подойти в полную боевую готовность, я имею в виду, в плане состава, физических, функциональных, это, это, говорю, что, кто правильно распределил силы, кто правильно подготовился к сезону, именно в августе месяц, там, кто там в конце июля, и вот именно пройти этот путь, правильно пройти путь, да, что подготовить и резервы, потому что от травм никто не застрахован, к сожалению, вот, поэтому резервы, которые должны именно выходить и показывать результат, потому что на них уже будут ложиться, да, на них рассчитывают, но на сегодняшний день они проиграли, там, ту или иную конкуренцию, это, это очень важно, насколько именно обойма будет готова к плыву, от этого зависит вообще в целом, и насколько вообще хотят, да, это тоже важно, да. Такие, наверное, два коротких вопроса, кто в этом сезоне, ну, в регулярном сезоне, больше всего понравилось, а кто откровенно разочаровал, от кого-то ждал лучший игрок? Ну, давайте не будем так, да, кто понравился, и молодые ребята, да, там, достаточно... Я имею в виду команды. А, команды, если команды, Динава порадовала, сразу вам честно скажу, что Динава порадовала, Ярославль, Магнитка, что нам, наверное, вот, Череповец, да, с уходом разин, там, думали, что это, вот, Андрей, Андрей Мой, ну, торпеды, это нас уже приучило, да, к такому, как вы сказали, к быстрому, веселому хоккею, да, вот, поэтому, наверное, наверное, эти, эти команды, Уфа, Уфа радует, вот. А кто не радует? Кто не радует? Кунг Лунь, да, Адмирал, ждал большего от Хабаровска, честно скажу, что в плане, в плане подбора игроков, да, хотелось бы, да, что-то пошло не так, то, что касается Запада, наверное, верная Витязь, но, опять же, Витязь, да, там, опять же, игроков много, и ушло, там, и вот, с приходом Рябыкина, конечно, там, намного лучше стало, и не лучше, а стало, там, и играть, там, и отношения совсем видно, да, у ребят, поэтому, в целом, так. А вот, как раз ты начала, из игроков, вот, кто-то произвел впечатление? Ну, я говорю, что я не любитель, да, там, выделять, там, кого-то, ну, мне выгол очень, то есть, симпатизируют, не от того, что он динавится, а от того, что он центральный нападающий, да, как он, что он делает, вот, поэтому, да, мото, мото. не в Линдберг, в свое время, в Динамо, да, я поначалу скептически относился, не буду скрывать, но, по ходу сезона, конечно, это универсальный игрок, центральный нападающий, который очень высок уровень. Алексей, ну, и в конце нашего разговора, буквально, тоже хотел спросить, несколько лет назад, ты завершил свою прекрасную карьеру, чем сейчас занимаешься, какие у тебя планы? Ну, смотрю хоккей, немножко, да, в плане развиваю, пытаюсь, там, не то, что пытаюсь, а стараюсь смотреть, НХЛ много смотрю, что происходит, плюс, там, еще слежу, тенденции какие, интересно, интересно заниматься изучением, смотришь, что ты можешь для себя, оставишь, с чем ты согласен, с чем ты нет, анализ, опять же, интересно, интересно, занимаюсь сыном, на сегодняшний день, да, и поправляю немножко свои дела. Ты несколько лет уже отработал тренером, то есть ты не рассчитываешь быть тренером в будущем? Ну, я отработал в Академии Динамо с 2009 годом, для меня расставание с Динамо с 2009 годом было очень болезненным, я до сих пор, да, когда переживаю, я не побоюсь, я отдавался всего себя, всего себя, вот, ну, как есть, да, что тренером, я готов, да, я говорю еще раз, я стараюсь, стараюсь обучаться, назовем это так, да, следить, кто во что играет, в какой хоккей, опять же, тенденции, нюансы, которые, которые есть, которые появляются, опять же, да, смотрю, насколько они могут мне помочь, насколько я их могу для себя, да, как уже для тренера воспринимать, как их применить, и так далее, это достаточно интересный, интересный процесс, вот, ну, посмотрим, посмотрим. Ну, вот, ты уже сказал, что несколько лет отработал тренером в детском хоккее, это то, что остается за взглядом, да, большинства болельщиков, что сейчас вот происходит, вот, твой взгляд, вот, с детским хоккеем, с хоккеем в Москве? Бардак, полный бардак, детей просто, ну, я не добавить слова, да, это, для тренеров, я не говорю для всех, не хочу там, подо всех под одну гребенку, дети, для них это, как фантик, открыл, не готов, выкинул, и так далее, да, я понимаю, что это, есть селекция, не спорю, наверное, она должна быть, но она должна быть точной, а не, извините, за коробками, пачками, да, если мы берем это, детей нужно, детьми нужно заниматься, детей нужно давать им образование, а чтобы давать образование, опять же, это нужно обучаться, каждому тренеру нужно обучаться, и самое главное для меня, должна быть в академиях разделения, тренеры, кто занимается на льду, тренеры, кто занимается растяжкой, тренеры, кто занимается, ну, назовем это ОФП, да, физподготовка, функциональная подготовка, опять же, должна быть разная градация, там, 6-8, 8-10, и уже когда они с 10 до 16, ступени должны быть, опять же, это должно быть все расписано, ну, для меня, по крайней мере, то, что я вот, когда работал в академии Динамо, да, что мне бросалось в глаза, это очень большая работа, да, это нелегкая работа, вот, ну, ее нужно делать, к сожалению, легче всего взять, отказаться от того иного ребенка, взять другого, ну, поэтому мы очень много детей просто теряем, многие едут в Москву, да, привозят детей, с регионов, при всем уважении, да, абсолютно, ко всем, я говорю, что происходит, нужно заниматься детьми, это как в школе, нужно давать им образование, чтобы они понимали, да, есть люди, дети, которые, правда, не понимают, вот, это надо уже разговаривать с родителями, объяснять, да, то есть, сейчас получается, где-то, да, за последние 10 лет мы решили проблему со льдом, да, много катков открыли в Москве, и сейчас... Кадров нет, кадров нет, вот кадров, сейчас кадровая проблема, нету конфлицированных, хороших детских тренеров, нет, я не побоюсь, да, не от того, что я там какой-то великий, абсолютно, я просто понимаю, что я вижу, как работает, а вот, вот сейчас пришел, даже могу фамилию назвать, вместо меня, там, господин Голубович привел, не знаю, это же просто, ну, как можно детям 14 лет вешать штангу, ты же идиотом, с блинами прыгать, ты идиот, извините, я по-другому не знаю, идиот, они растут, они растут, они, кто-то, извините, один вес для всех, там есть Миша Гурев, у него там метр 95, там, 96 рост, и вес там под 90, да, и есть Ярослав Маврин, который невысокого роста, у него там вес там 50 килограмм, ну, как один вес, ну, это же, ну, и как, я говорю, для меня слов нет, просто слов нет, что делать, опять же, это должна быть, опять же, система, которая должна быть в Академии, ну, по крайней мере, для меня это, то, что я видел, как он, ну, как, с блинами прыгать, с камейкой, у них суставы еще не готовы, колени не готовы, это минус, нет этого сейчас, в современном спорте этого нет, уже давно, мы вперед убежали, а мы все пытаемся из прошлого доставать упражнение, нет, нет, то есть, сейчас ребят мы потеряем уже в этом детском возрасте, и в талантливых, да, мы много теряем, знаете, на стадии перехода из, из детского, там, из юниорского хоккея, да, из юношеского, в молодежь, здесь еще много теряем, поэтому здесь опять же и стратегия клуба должна быть, там, есть там, молодежная команда, и я считаю, все равно команда высшей лиги должна быть, и вот эти большие клубы должны все равно для себя, ну, по крайней мере, то, что я вижу, да, должны сделать возраст в 18-23, утрированную, именно, ну, давайте назовем, это команда, пускай это будет высшей лиги, да, именно сделать команду высшей лиги, ну, допустим, если мы берем Динамо, то возраст там должен быть от 18-23, понимаете, да, и здесь, чтобы больше ребят из детской школы пришли в молодежку, физиологическое развитие разное у всех, кто-то в 16 уже, извините, мужичок, а кто-то в 16, ребенок-ребенок, а к 18 годам они уже, ну, опять же, не все, ну, большинство уже, 80% уже, даже больше уже набирают свои физические данные, функциональные данные, уже, становятся уже более, не более, а уже взрослыми, понимаете, да, я веду, вот именно, физиологический период, это очень важно, вот, надо, опять же, это, опять же, работы, там, федерации, и так далее, и в частности, клуб, самих клубов, да, именно, развитие, обучение, опять же, что мы хотим от молодежной команды, чтобы это была команда, которая заточена на результат, или на развитие результат, понимаете, а на развитие результат, это надо, опять же, работать, опять же, кадры, понимание, что, что, к чему мы готовим, как развернуться, как подкатиться, как в зале работать, и так далее, это нюансы, которые влияют на сам, на весь процесс, всего, всего процесса, и хоккеевцам. Очень интересное предложение, Алексей, надеюсь, нас услышат, кто-то в руководстве, либо нашего хоккея, либо московского хоккея, в том числе, и в Динамо, вот, ну, время наше уже почти стекло, я благодарю тебя, за наш сегодняшний разговор, еще раз напомню, что в гостях у московского комсомольца был трехкратный чемпион мира, и пятикратный чемпион страны, Алексей Терещенко, а с вами я, ваш корреспондент и ведущий, Павел Савчик, на этом мы прощаемся, до новых хоккейных встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова